О собственной квартире семья Карловых мечтала с момента свадьбы. Решили купить квартиру в тихом жилом комплексе за городом, а уже потом подумать о наследниках. Своё жильё они должны были получить ещё в 2015-м, но ожидание затянулось на долгие годы. У нас, собственно говоря, старшая, она у нас должна была сразу же с роддома, можно сказать, поскольку она тоже в декабре 2015-го родилась, должна была заехать уже в квартиру, но этого не случилось. Почти пять лет супруги етились по съёмным квартирам и продолжали платить ипотеку за жильё, которого нет, и задавались вопросом, а будет ли оно вообще. Однако всё это время они не опускали руки и вместе с соседями боролись за то, чтобы их жилой комплекс достроили. Кто за нами следил, знает, что нам пришлось пережить. У нас было и воровство, мы организовывали свою охрану, было очень у нас много и пикетов, и митингов, и всевозможные способы, мы обращали на себя внимание. И вот впервые соседи по долгострою собрались не устраивать пикеты, а порадоваться друг за другом. Первые четыре дома в новинках Смарт-Сити готовы к заселению. Такого уже почти никто не ожидал. Были такие вот моменты, когда все смеялись и что говорили, говорят, да что ж, Снежан, у тебя, говорит, не получится, ваш дом, говорит, не построят. Но я была всегда на оптимизме и всегда я верила, что наш район, наши новинки Смарт-Сити, они будут. Поверили, когда Глеб Сергеевич Никитин появился у нас, тогда все закипело, опять вновь стройка началась, возобновилась. Но не рассчитывали, что так быстро сдадут все равно. Сейчас сдается дом 9, следом за ним еще 3. На месте некоторых домов еще котлованы, большая часть недостроена. Но все равно это большое достижение для обманутых дольщиков, ведь это значит, что скоро все жильцы получат долгожданные ключи от квартир. Поздравить нижегородцев приехал вице-премьер Виталий Мутко и губернатор области Глеб Никитин. Они не только осмотрели квартиры вместе с жильцами, но и рассказали о том, что скоро на территории комплекса появится полноценная социальная инфраструктура, которая нужна для комфортной жизни. Сады и школы в планах, а пока учеников будут возить на специальном автобусе. Четыре дома жилого комплекса стали первыми в области, куда смогут въехать обманутые дольщики. Всего в области таких домов более 200. Все они входят в дорожную карту по восстановлению прав граждан. Только в этом жилом комплексе свои квартиры получат полторы тысячи семей. Что договаривались в октябре ввели? Ввели четыре дома. Все остальное проект тоже будет по графику завершен. Поэтому в целом я удовлетворен. Но еще раз скажу, что начало пути и для региона, у которого достаточно много проблемных домов, и для страны. Что касается других объектов, которые попали в дорожную карту, это другие два объекта, относящиеся к тому же самому застройщику Квартстрой, в группе компаний, будем так говорить. Это квартал Европейский и ЖК Нагончарова. И это здесь же находящиеся, очень, кстати, похожие по истории появления жилой комплекс Окский берег. И вот по всем по ним мы будем двигаться. Где-то мы уже продвинулись дальше, где-то еще предстоит оформлять какие-то документы. Всего в новинках Smart City будет построено 25 жилых домов. Вопрос с финансированием строительства решен и взят на контроль губернаторам. В эксплуатацию все они, по словам специалистов, должны быть введены уже в 2021 году. Анна Колпаева, Дмитрий Засухин. Время новостей.